Полуночная газета. Автор рассказа Midnight Paper. Это следующая запись моего отца. Последние несколько дней я ночевал в мотелях. Армейцы, чеки, все это слишком походило на ловушку, и я не собирался просто отсиживаться прямо в ней. Я собрал игрушки, порвал чеки, а затем выбросил их все. Кто бы ни проник в наш дом, он никогда не будет просто моим домом. Он был очень умелым и очень осторожным. Он не оставил никаких следов, ни разбитых или открытых окон, ни взломанных из замков, ничего, что подсказало бы, как он попал внутрь. Если бы я никогда не читал полуночную газету, я бы назвал что-то подобное «невозможным». Но я начинаю думать, что в отношении меня у газеты нет ничего невозможного. Всю неделю я ждал. Другого не оставалось. Я ненавидел это. Ненавидел быть наедине со своими мыслями. Ненавидел вспоминать, как все было, когда мы были семьей. Теперь я наедине со своими воспоминаниями и все, что я вижу, оглядываясь назад. Это неудача за неудачей. Я почти уверен, что ошибаюсь и сейчас просто не подозреваю об этом. Но я остановлю это. И тогда все мои ошибки будут стоить хоть чего-то. Я не знал, настигнет ли меня полуночная газета вне дома, но я был уверен, что она найдет способ. Важнее было ожидание, когда статья о номерах для новобрачных воплотится в реальность. Когда это произойдет, я смогу узнать название отеля, найду ближайший ко мне и… И что? На самом деле, у меня не было плана. Казалось, у меня не было его всю жизнь, но газета пыталась сказать мне что-то, пыталась насмехаться надо мной, и в этом я был уверен. Газета, казалось, нацеливалась на определенного получателя, отправляя ему статьи с определенной темой. Сначала твоя мама получала статью об игре «Угадай», потом о передаче новости о вас, потом статью о ней самой. В каждой статье родители причиняли вред своей семье или убивали ее, но в них также было что-то, что подчиняло разум и заставляло людей совершать эти поступки. Игра «Угадай» и новости о вас. И даже сама статья о твоей маме заставила ее сделать то, что она сделала. Все статьи сбывались, не так ли? Кроме той, что была о ней. Каким-то образом она смогла изменить события о себе, даже если единственным известным ей способом было. Я тоже должен найти способ все изменить, чтобы навсегда остановить полуночную газету. Я хотел бы, чтобы сейчас твоя мама была рядом со мной, чтобы я мог позаимствовать хотя бы часть той силы и того мужества, что были у нее. Я нажал «Обновить» еще раз, и в дверь моего номера раздалось три стука. Газета могла подождать. Там на экране моего старенького ноутбука была страница результатов поиска, и на ней появились сотни совпадений, которых до этого не было. Мне не пришлось долго искать. Проклятые номера для новобрачных принадлежали международной сети отелей Лейк Лоуд, которая конкурировала с известными Хилтон и Мэриот. Конечно, раньше я ничего не слышал об этой сети отелей, но это меня уже не удивляло. Один из отелей был на Манхэттене. Дорога туда займет чуть меньше часа. Поэтому я вышел из своего номера, взял по дороге полуночную газету и сел в машину. Отель находился не где-нибудь, а прямо на Таймс-сквер. Это была идеальная ловушка для туристов. Само здание находилось за музеем Мадам Тюссо, и я был точно уверен, что на его месте раньше был Хилтон. Полуночная газета только что подарила отелю лакомое место, которое стоило миллионы. Некоторые изменения, которые вносила газета в реальность, были удивительными, но заменить Хилтон на Таймс-сквер, это была самая впечатляющая ее выходка. Сам отель был примерно таким, как можно было ожидать, отремонтированный и омебелированный по самым высоким дизайнерским стандартам, но все же немного грубоват. В конце концов, постройка была старая, а под разноцветными огнями Таймс-сквер, как всем известно, скрывается слой грязи. Вестибюль был переполнен обычными туристами и заядлыми путешественниками. Как и в большинстве мест на Таймс-сквер, коренные жители были только среди работников отеля или среди тех, кто пришел к друзьям или родственникам, чтобы позже показать им город. Я бывал тут раньше. Выбираться куда-то из дома здорово, отправляться в хорошо знакомое место еще лучше. Но я должен был держать себя в руках. В конце концов, Лайк Лоуд не был настоящим отелем. Это было еще одно чертово творение полуночной газеты, и, как и все предыдущие, оно, без сомнения, было опасным. Администратор вел себя вежливо. Он расплывался в улыбках и пожеланиях доброго вечера. Но я мог видеть намек на неодобрение в его глазах, который стал отчетливее, когда я попросил у него номер для новобрачных. Э-э-э, начал он, набирая что-то на клавиатуре под собой. Извините, сэр, но номер для новобрачных в данный момент забронирован. И на следующие несколько месяцев тоже. Сладкий тон, слишком вежливая улыбка, охлажденная фальшивой участливостью. Все это, конечно, могло обмануть приезжего. Идеальный набор качеств для работы на стойке регистрации в Манхэттене. Он, наверное, подумал, что я журналист, который решил написать статью о случае в их номере для новобрачных. Я включил свое обаяние, которое никогда за свою жизнь прежде не использовал. О, как жаль. Видите ли, завтра у нас с женой годовщина. Мы вместе уже сорок лет, и я хотел удивить ее, забронировав номер для новобрачных. Я предполагал, что это будет моим подарком. Извините, сэр, сказал мужчина. Даже если бы он был доступен, вам необходимо было бы зарезервировать его за несколько месяцев. Верно, я понимаю. А можно ли забронировать другой номер на этом этаже? Спросил я заговорщицким тоном. Вдруг он не заметит разницы, да? Улыбка администратора немного померкла. Я почти мог услышать оскорбления в свою сторону, которые роились у него в голове. Он определенно потом расскажет кому-нибудь эту историю. Историю о придурке, который наврал жене, что снял номер для новобрачных на их годовщину. Ну, на этом этаже есть несколько свободных номеров. Чуть дальше по коридору. Я выбрал тот, который был ближе всего к номеру для новобрачных. И он находился в другом конце коридора. Вероятно, они ограничивали количество гостей на этом этаже на случай, если один из них окажется журналистом или фотографом. Это, наверное, стоило им баснословных денег. Но я не собирался беспокоиться о благополучии отеля, который существовал около часа. Я забронировал номер. И после глупых фраз о подготовке номера я наконец смог зарегистрироваться, чтобы остаться в нем на ночь. Конечно, мне выставили счет. Вышло дороговато, учитывая, что именно я был причиной тому, что этот отель вообще существовал. Комната была милой. Слишком приятная роскошь, напоминающая мне о счете, который без сомнения ударил по моим немногочисленным сбережениям. После того, как я оставил свой багаж в номере, я решил, что пришло время проверить номер для новобрачных. Дверь в него была такой же, как и все остальные. Не было никаких признаков, указывающих на то, что на самом деле это был номер для новобрачных, что, несомненно, помогло бы отелю скрыть его от любопытных глаз, не знающих точного расположения комнаты. В статье не был указан номер, но я порыскал в интернете и теперь точно знал, что передо мной этот самый номер. Со стороны коридора, где я стоял, не было абсолютно ничего необычного. Это была обычная деревянная темно-коричневая дверь с электронным считывателем карт над дверной ручкой. По моей коже не бежали мурашки, я не слышал странных звуков, я даже не чувствовал себя как-то по-другому. Это была просто дверь в гостиничный номер, как и сотни других, которые я видел за эти годы. Не было и намека на то, что за этой дверью происходят какие-то странности. Конечно, само существование этого отеля было странностью, поэтому я решил не делать поспешных выводов. Дверь была прочной, как и большинство дверей в отелях. Намного прочнее, чем стандартная межкомнатная в жилом доме. Рама была металлической, ее нельзя было просто отодрать, а сама дверь была новой из массива дерева, а не из фанеры. Проникнуть внутрь, просто выломав ее, было невозможно. Конечно, если бы у меня был топор или какие-то инструменты, то все бы получилось, но это было бы слишком громко и заняло бы слишком много времени. Но у меня было такое чувство, что все это не имело значения. Полуночная газета прислала мне эту статью не просто так. Номер для новобрачных подразумевал под собой какой-то скрытый смысл. Иначе зачем присылать мне именно эту статью? Так что я рискнул. Я подошел к двери номера для новобрачных и дернул ручку. Она была не заперта. Я принес с собой чемодан из своего номера. Я точно не самый умный парень, но даже я мог догадаться, что не стоило просто так заходить в номер. Ночь в котором превращалась в месяцы. Я открыл дверь и прежде чем войти полностью протиснул свой большой чемодан между открытой дверью и стеной, убедившись, что она не захлопнется за мной. Затем я перепрыгнул через чемодан и вошел внутрь. Это был обычный люкс для новобрачных. Ближе всего ко входной двери была гостиная с несколькими диванами, мраморным столом и большим плоским телевизором. В номере была ванная комната, мини-кухня, что-то вроде зоны отдыха с еще одним телевизором и вторая большая ванная комната со стеклянными перегородками для ванны и душа, в которой точно помещались как минимум двое человек. Кровать тоже была большой. Почти такой же широкой, как кровать в нашем собственном доме. Я мысленно похвалил дизайн интерьера, который выбрала полуночная газета. Но я был там не для того, чтобы просто глазеть. Я был там, чтобы выяснить, почему эта статья была важна. Все произошло слишком быстро. У меня не было ни единого шанса это предотвратить. Дверь захлопнулась, мой чемодан в одну секунду был там, а в следующую уже исчез. Внезапно все звуки в комнате, казалось, оборвались. У меня заложило уши, воздух стал плотнее, я понял, что попал в ловушку. Что-то запечатало комнату и меня внутри нее. Мгновением позже в дверь постучались. Три раза, как и всегда. Мне даже не пришлось открывать. Когда я подошел ближе, то увидел, что прямо перед дверью, внутри комнаты, появился сверток черной газеты. Такое произошло впервые. Это всегда случалось в полночь. Часы людей из статьи, которые застряли в номере, всегда показывали полночь. Нет. Что я наделал? Сначала я проигнорировал газету, оглядывая комнату в поисках чего-нибудь, что я мог бы использовать. Окна были заперты, а снаружи был натянут какой-то черный брезент, как и говорилось в статье. Дверь теперь тоже казалась крепче, холоднее на ощупь, словно она стала полностью железной. Черт из два. Я не собираюсь ничего читать. Что бы не стояло за этим, оно могло запереть меня в этой комнате на вечность, если бы захотело. Но я не собирался читать чертову газету. Раздалось еще три стука, и рядом с первым свертком возникла еще одна газета. Я пристально посмотрел на них. Три стука, и вот еще один сверток появился рядом с предыдущими, принося за собой еле заметный черный дымок. Три стука, и еще одна газета. Три стука, и еще одна. Три стука. Выхода не было. Я знал это, потому что прочитал статью. Пары перепробовали все. Пытались сломать стены, пытались разрезать брезент. Но я все равно попытался. Мне показалось, что я целый день колотил по одной из стен ножкой стула, когда наткнулся на что-то железное, о котором рассказывала женщина в статье. Это был даже не металл, а что-то вроде холодной каменной плиты. Он не издал ни звука, когда я ударил по нему. Не было ни лязга, ни глухого стука. У меня была куча времени и, казалось бы, бесконечный запас полуночных газет. Мой телефон быстро разряжался, а зарядное устройство я забыл в своем номере. Я почувствовал, как во мне, словно странная болезнь, распространяется скука. Но я не собирался читать. Я не хотел доставлять газете такого удовольствия, поэтому решил провести эксперимент. Я схватил ближайшую ко мне газету, как раз в тот момент, когда раздались еще три стука, и на вершине постоянно растущей кучи появился еще один сверток. Я всегда хотел попробовать кое-что. Я взял газету, засунул ее в унитаз и стал ждать, пристально наблюдая за водой. Через несколько минут я вытащил ее и обнаружил, что она осталась полностью сухой. Я не могу уничтожить ее этим способом. Я потянулся за своей зажигалкой, но ее больше не было в моем кармане. Я думаю, что бы ни стояло за этим, оно не хотело, чтобы я сжег все это место дотла. Поэтому, назло всему, я провел следующие пару дней, ударяя осколки друг от друга, оборачивая простыни вокруг лампочек и вставляя железные детали от телевизора в розетке, но ничего не получалось. Не было даже искры. Три стука, еще одна газета, три стука и еще одна, три стука, еще газета. В первые несколько дней стук раздражал меня, но потом он превратился в привычный ритм, который даже несколько успокаивал. Стуки раздавались каждые пять минут, и вскоре вся комната была заполнена полуночными газетами. Я больше не мог разглядеть пол и не мог ступить ни шага, не наступив на одну из газет. Мне нечего было делать, кроме как думать. Негде было спрятаться, кроме как в клетке собственных мыслей. Искушение схватить одну из газет было непреодолимым. Но нет, это то, чего она и добивалась, не так ли? Что-то нацелилось на меня, на нашу семью. Статья армеец была напоминанием о моем прошлом. Автобусная остановка, где я встретил твою мать, стала местом, где появилась жестокая и пугающая граффити. Зная газету и то, как она предсказывает события, эти граффити, вероятно, изображали то, что произошло бы, если бы я продолжал читать, если бы я сделал то, для чего предназначался этот номер. В последней газете, которую я получил, было сказано о номере для новобрачных, похожий на тот, в котором мы с Лили провели нашу первую брачную ночь. В номере всегда была полночь. Я мог бы читать появляющиеся газеты месяцами, годами. И то, о чем бы я читал, сбывалось бы снова и снова. Это разрушило бы весь мир за пределами этого номера. В конце концов, газета или кто-то, посланный ею, намеренно наполнил наш дом игрушками и чеками, чтобы вынудить меня покинуть его и заставить поселиться в этот номер. Все кусочки пазла сошлись воедино. Я не знаю, чего хочет газета. Я не знаю, зачем она это делает, почему она заставила меня читать статьи и сотворила все эти ужасные вещи. Но я знал, что не позволю остальному случиться. Уж нет. Я усвоил свой урок. Я бы не позволил другим людям пострадать из-за того, что я был достаточно глуп, чтобы прочитать следующую статью. Я закрыл глаза, слыша стуки и чувствуя, как газеты заполняют комнату, буквально заживо погребая меня под собой. Я не знаю, сколько времени я провел в той комнате. Я знаю, что голодал и умирал больше раз, чем мог сосчитать. Стуки становились все громче и громче. Вскоре я слышал только их, потому что они уже звучали в моей голове вместо мыслей. Но я все еще не открывал глаза. Я не читал. Я чувствовал, как разворачиваются газеты. Чувствовал, как страницы облепляют мое лицо, мои веки, умоляя меня открыть глаза и увидеть белые слова, напечатанные на черной бумаге. Моя мигрень становилась все тяжелее и тяжелее, как и мое дыхание. Мне казалось, что что-то нарастает в моей груди и в моей голове. Каким-то образом я знал, что если прочитаю еще одну статью, часть этой боли пройдет. Но я не читал их. И важно, насколько мне было больно. Я бы не позволил газете победить. Когда я проснулся в последний раз, казалось, прошли уже десятилетия. Горы газет исчезли, и на их месте осталась лишь пустая комната, в которой не было ничего, кроме мебели, годами скрытой с моих глаз. Я почти забыл, каково это – дышать, и точно забыл, как двигаться. Мне потребовалось несколько часов, чтобы встать на ноги, но как только я это сделал, мое тело снова начало меня слушаться. Оно совершенно не изменилось и осталось точно таким же, как в тот день, когда я впервые вошел в номер. У двери, там же, где я его и оставил, стоял мой чемодан. Я, прихрамывая, вышел из комнаты и тут увидел его. Фигура. Тот мужчина, что был покрыт смолой с головы до ног. Он протянул свою руку ко мне и потащил меня через дверной проем. Мы внезапно оказались где-то в другом месте. Не коридор отеля, а какой-то склад. Темный, мокрый, холодный и весь заполненный громким шумом. Там стоял огромный аппарат, занимающий почти каждый сантиметр помещения. Он был сделан не из железа, а из какой-то черной материи и казался совсем живым. Я подумал, что если бы я пригляделся, то смог бы даже разглядеть сухожилие и вены аппарата. Несмотря на чужеродность материала, из которого он был выполнен, я понял, что это было. Это был печатный станок, и на нем лежали рулоны черной бумаги, каждой шириной в высоту комнаты. Полуночные газеты печатались прямо у меня на глазах. Вот тогда мужчина и заговорил. Его голос был едва слышен, словно он не говорил десятилетиями и хотел прочистить горло, но я все равно распознал слова, которые он произнес. «Скажи ему, чтобы он не читал это», — сказал голос. Это был голос Тая, моего лучшего друга, с которым я впервые прочитал газету во Вьетнаме, будто целую жизнь назад. «Он сможет все изменить. Вот почему газета нацелилась на тебя. Она знает, что будет дальше. Она знает, что одна из статей нарушит ход событий». «Тай?» — спросил я, но он проигнорировал меня и просто протянул мне сверток черной газеты. «Не читай ее», — сказал он. «Это для него, чтобы все исправить». Потом Тай направился к печатному станку. Аппарат ожил, обвивая Тая своими черными щупальцами, венами и засасывая его в себя. Тай слился с машиной. Я не знаю, как еще это описать. Потом я снова очутился в этом отеле. Я сдал номер и, даже не потрудившись извиниться перед сотрудницей ресепшена, поехал домой. Я ожидал, что на моем предверном коврике будет полуночная газета, но он был пуст. Может быть, дело было в том, что она знала, что я не собираюсь ее читать, но я все равно победил. По крайней мере, я так думал. Я знал, что скоро она придет за тобой, чтобы остановить тебя или кого-то другого от изменения хода событий. С тех пор, как я покинул номер, мигрень не прекращалась. На самом деле, мне стало намного хуже, и я уже не мог дышать, не закашлившись. Когда кашель стал совсем сильным, я сплюнул мокроту и увидел, что она была черного цвета. Я подумал о Тае. Подумал о смоле, которой он был покрыт. Это происходит, если ты продолжишь читать газету? Она делает тебя частью себя? Неужели Тай каким-то образом смог удержаться от ее влияния? Или что-то позволило ему отсоединиться и найти меня, чтобы все исправить? Как бы то ни было, это что-то вернуло его обратно, как только он сделал свое дело. Может быть, скоро это настигнет и меня? Я спрятал полуночную газету, которую дал мне Тай в своем кабинете. Она в вентиляционном отверстии в углу. Я слишком устал, чтобы делать что-то еще. Я закончу писать это, а потом пойду спать. Если ты еще не нашел и не прочитал ее, то не читай. А если ты уже сделал это, найди способ все исправить. Будучи еще юным, я доверил Таю свою жизнь во Вьетнаме. Доверил и сейчас. Я не знаю, могу ли я позволить ему решать и твою судьбу, но он дал мне эту газету не просто так. Я люблю тебя, сынок. Мне жаль, что я рассказал тебе обо всем. Мне жаль, что я подвел тебя. Не совершай тех же ошибок, что и я. Это была последняя запись моего отца. Я не знаю, что сказать. Я много думаю о его смерти, о том, что он оставил для меня в этом дневнике. Я знаю, что он не был неудачником, что он просто хотел лучшего для меня и моей матери. Но газета разрушила его жизнь, чтобы добраться до меня и помешать мне прочитать ее. Может быть, некоторые из тех газет в том гостиничном номере были обо мне? Может быть, они нашли бы способ обмануть моего отца и заставить его избавиться от меня еще до того, как я развернул ту первую полуночную газету и прочитал ее? Тай сказал, что я нарушил ход событий, вернее, что он нарушил их. Он. Я хорошо представлял, о чем именно идет речь. Врач – избавитель. В конце концов, он помог мне, по крайней мере, я так думал. Потому что он избавился от совершенного существа, от голода и от конца всего сущего. Но он сделал это, удалив все следы, оставленные на мне газетой. Все, что существовало во мне, что вообще заставило меня взять газету и поместив ее во всех остальных людей в моем округе. А может быть, и во всем мире. Но мой отец дал мне то, чего я хотел. Путь назад. Способ все исправить. Покончить с этим. Исправить ход событий, что нарушил врач-избавитель. Я снял крышку вентиляционного отверстия и нашел полуночную газету. Ту, что мой отец спрятал для меня. Я разрезал бечевку и развернул ее на столе, все время задаваясь вопросом, не ловушка ли это? Не подделала ли газета дневник моего отца, чтобы заставить меня прочитать то, что он отказался читать в том гостиничном номере. Но как только я прочитал белые слова на черных страницах, я понял, что у меня есть способ все исправить. На этот раз было два заголовка вместо одного. Врач-избавитель. Полиция предупреждает об опасном человеке. Новенькая. Заключенный в тюрьму учитель рассказывает странную историю. Не забывай поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для тебя это мелочь, а нам приятно. А если хочешь слушать новые истории раньше других и без рекламы, заходи на наш подкаст канал Бусти и смотри первым. Ссылку найдешь в описании.